И сейчас вашему вниманию следующая программа в открытом радиоэфире, свеча, микрофон и ведущая программы, Пальников, Роман, и вы можете звонить по телефону 916-429-7635 для ваших звонков. Роман, приветствуем тебя и внимательно слушаем. Сегодня слушают, смотрят. Приглашаем на эту передачу, найдет в открытом эфире, как уже было сказано. Можете звонить, дозваниваться, вопросами, впечатлениями. Перед начале передачи мы совершим молитву, чтобы Господь благословил ход этого служения. Господь, мы благодарны тебе за это благорятное время, которое посылаешь еще нам. Не все имеют уже это свободное время, которое мы располагаем сегодня. Господь, помоги нам использовать его по назначению, помоги использовать разумно, не распыляться, не растрачивать на мелкие вещи. Благодаря эту передачу и всех, кто будет в ней участвовать. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, дорогие друзья, сегодня вместе с вами хотелось затронуть тему нестабильности. Вы знаете, человек это такое существо, но привыкает очень быстро к хорошему и к плохому тоже. Вот привыкаем, да, привыкаем к тому, что все меняется, все меняется очень быстро. Как правило, это нездоровый признак, когда нет стабильности, когда экономика меняется, когда в воздухе что-то меняется, когда политика меняется, когда люди меняются. Вот бесконечно все меняется, невозможно зацепиться, остановиться на чем-то и поставить как бы вот фундамент, застолбить, как говорится, чтобы уже оттуда строить дальше. Экономические прогнозы сегодня не радуют тех, которые вкладывают капитал в недвижимость или в акции. Сегодня политики, руководители стран не могут сориентироваться, как же все-таки им правильно поступить. Потому что у людей запросы возрастают и эти запросы часто переходят свои границы. Люди не знают, что же им делать. То ли им добиваться силой, то ли им смиряться, то ли еще что делать. Вот такие вот, знаете, очень как бы нерешимые вопросы, очень сложные вопросы. Это то, что мы сегодня наблюдаем. Наблюдаем в тех странах, откуда мы выехали какое-то время назад. Россия и Украина. Раньше были, можно сказать, братья, может быть, двоюродные, неродные. Но тем не менее, это была одна страна. Люди как-то вот знали и считались друг с другом. Но вот наступило время, когда политическая обстановка обострилась. Мы сегодня не будем разбирать на детали и мелочи, по запчастям разбирать, кто же все-таки виноват, кто больше виноват. Потому что, как правило, мы этого не знаем. Потому что все, что сегодня говорит мидия, все, что сегодня говорит телевидение, то же самое радио, это всего лишь навсего догадки, домыслы, это слухи, это какие-то предположения. А то, что на самом деле крутится и вращается, порой людям неизвестно. Это, знаете, можно взять любые такие события. Например, как в России была и Вторая мировая война, и после Второй мировой войны были события. В Америке здесь были крупные такие вот происшествия. Сразу, конечно, по телевидению говорили одно, но проходит десяток лет, и открывается, что вообще-то причина была совершенно другая. Люди не подозревали, или, быть может, подозревали, но не было у них достаточно доказательств и документов на тот момент. Точно так и сегодняшняя обстановка в странах или в тех местах, откуда мы выехали, она сложная. Никто не говорит, что на простая упрощать мы не будем. Действительно, напряженная обстановка, военная обстановка. Но причины, причины до конца мы не знаем, вот такие политические. Кто же до конца в этом имеет выгоду, и кто больше всех пострадает, и кто кому нужен, и кто никому не нужен. То есть очень много вопросов по поводу этого события. Но что сегодня мы можем сделать? Какая вот наша позиция? Да, вот сегодня человек слушает новость, это как сводка каких-то военных событий. Не только уже, если посмотреть, да, вот в Америке здесь тоже очень много всевозможных происшествий. Люди приходят в школу от безделья с оружием, начинают стрелять людей. Люди приходят в другие места, мы читаем в Китае тоже, всевозможные там повстанческие организации, которым тоже преследуют свои цели, как они считают. То ли это религиозная почва, то ли еще на какой-то. Приходят и убивают мирных жителей. Прям зашли на вокзал, люди стояли в очереди, даже не ожидали, что с ними произойдет. Их начали просто мечами изрубывать насмерть. Ну, в общем, мир переполнен такими всевозможными новостями и событиями. И где сегодня можно укрыться, чтобы почувствовать себя в безопасности? В какую-то землянку, в какую-то катакомбу, куда-то нужно спуститься, или на остров, на необитаемый, где можно спокойно расслабиться. Потому что сегодня у людей в сознании или подсознании пружина сжимается, и как бы вот еще, знаете, испытывается терпение. Да, мы можем терпеть, но пружина все-таки сжатая. Никто сегодня не живет в расслабленном состоянии. Что же нам сегодня нужно делать? Как же нам вообще реагировать? Как же нам смотреть на эти глобальные процессы, которые происходят во всем мире? Давайте посмотрим на один из эпизодов или мест из Священного Писания, где Христос как раз-таки говорит на тот момент о недалеком будущем, но это будущее не закончилось вот теми событиями, которые произошли. Они как-то вот, знаете, как запуск пошел, и как снежный ком по нарастающей докатился сегодня до наших дней. Это Евангелие Матфея, 24 глава, 4 стиха и ниже. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, и многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многие прелестят». Как бы такая заставочка на религиозной почве. Ну, посмотрите, что дальше развивается. «Также услышите, то есть наряду с этим, услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надрежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моря, землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Вот такая вот неутешительная вставочка, что это все, не ужасайтесь, не написано, что это не что-то такое из ряда вон выходящее. Всему этому надлежит быть. То есть это запланировано. Что же получается? Как же так начало болезни? Неужели нам на самом деле нужно затягивать поясок, где-то воду там экономить, может быть прятать, подкупать какие-то продукты? Что же нам сегодня нужно делать? И я хотел бы задать всем вам такой вопрос. Как вы смотрите, как вы оцениваете обстановку? Я не говорю, что мы сегодня пойдем и разберемся в той же самой Украине или в России. Нет, мы сегодня просто хотим характеризовать нашу позицию во всем таком мировом хаосе и нестабильности. Какая же все-таки наша личная с вами позиция? Земля крутится, земля летит, происшествия совершаются, и время, знаете, укорачивается. Время уходит, оно уплывает, как вода. У каждого человека жизнь, она идет к закату. И вот пока мы здесь живем на земле, что-то необходимо сделать, что-то необходимо совершить, может быть, хорошее или не очень. Но кроме этого, кроме этой жизни существует еще, как люди мы уже цивилизованные, уже не живем в каменном веке, уже, допустим, тот дарвинизм, тот же самый устарел настолько, что он уже никому не нужен. И люди понимают, что есть вечность. Люди понимают, что душа живая, что душа будет существовать после этого материального бытия. И вот если запасать все эти две величины, материальную и духовную, что нам сегодня можно делать или нужно делать? Как же нам сегодня быть? Если у вас есть своя позиция, а я знаю, что она у вас есть, позвоните по телефону 429-7635. Как же нам реагировать на то, что сказал Христос, и на те события, которые сегодня происходят? Он говорит, услышите о войнах и военных слухах, но не ужасайтесь. Христос предлагает такую позицию. Можно ли ее занять или нет? Или нам сегодня нужно переживать? Нам сегодня нужно как-то вот что-то предпринимать? Как вы думаете? Телефон студии 429-7635. Сегодня мы знаем, что не только на Украине эти события происходят. Вся Европа полыхает пожарами от восстающих друг на друга народов. Это действительно какая-то эпидемия покатилась. Сегодня мы знаем, что в Египте не только на Украине эти события происходят. Практически вся Европа полыхает пожарами от восстающих друг на друга. И вот эта вся эпидемия, эти все восстания к чему не ведут? А это просто поражает. Поражает нацию, поражает культуру, разрушает инфраструктуру. В общем, ни одного положительного исхода нет. Хотя люди добиваются какой-то демократии, но, по крайней мере, мы это не наблюдаем. Приходит все в упадок. Может быть, через 100-200 лет, когда глобальные такие катаклизмы произойдут, может быть, тогда что-то произойдет хорошее. А пока что, знаете, прогнозов таких утешительных нет на фоне того, что мы сегодня наблюдаем и что сегодня происходит. И так разрушение, уничтожение людей, молодых и старых, кто же сегодня в этом виноват? Знаете, иногда люди торопятся и делают скоропостижные выводы. Говорят, что, конечно же, кто виноват? Ну, Бог. Он же всем контролирует. Вот Он и виноват. Вот пускай Он за все и отвечает. Но на самом ли деле Бог виноват во всех проблемах, которые происходят на земле? Как вы думаете, на самом ли деле Бога можно или нужно поставить в ответственность за все, что происходит, за все вот эти бездумные или безрассудные, или как угодно назвать дела, которые вытекают из одного в другое, из плохого в худшее, что во всем этом можно обвинить Бога? Вот перевалить на Его плечи и сказать, Бог, Ты же все контролируешь. Вот Ты и разбирайся. Правильная будет такая позиция или нет? Телефон в студии 429-7635. Действительно, какая же роль или участие Бога во всей этой вот, во всей этой, я не знаю, как правильно это загладить, очень серьезные события, во всех этих происшествиях, вот, какая роль или какую часть занимает Бог во всем этом? Вот. Мы читаем одну из характеристик Бога. Бог есть любовь. Из этого следует, что вот эти все войны, или, по крайней мере, ректаклизмы, которые ведут к смерти, к поражению, к болезням, к разрушениям, они точно не от Бога. Любовь так не действует. Любовь действует на созидание, любовь действует на облагораживание, любовь действует... Мы понимаем, что такое слово «любовь». То есть там негативных вещей нет. Вот. Любовь, она влияет, имеет такие очень положительные, хорошие черты. На звонок мы принимаем, пожалуйста, говорите. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы, ну, такой небольшой анализ. Можно все происходящее? Да, пожалуйста. Я считаю, что нам нужно, ну, как бы всем успокоиться и посмотреть, почему все происходит, для чего. Вот основной, где основной центр, вот такой беззакония, знаете, отхода от Бога, от этой судьи, это Европа, Европейский Союз. Основная задача сейчас Европейского Союза, я думаю, я не знаю, конечно, не знаю, как будет в будущем, но я думаю, собрать как можно больше стран и на основании их построить эту вот сатанинскую империю. Понимаете? Причем собрать страны и дробить их. Вот, знаете, казалось бы, такие страны, да, как Англия, ну, Великобритания, да, и тоже стоят вопросы, отделение Шотландии, вот. Также станет вопрос и в отделении казначных областей, и в Испании, а там, конечно, и вот есть что-нибудь в других странах, Германии, Италии, так далее. Потому что этому лучшему сатанинскому государству на земле, которое будет согласно Библии, правильно, да? То есть вы считаете, что... Ни одно сильное государство не нужно. Нужны раздробленные государства, которые бы народы раздроблены были, ни одно сильное государство, которое бы не могло противостоять, вот, и потом объединиться их и создать эту сильную власть, которую бы всех, как говорится, придавило. И в том числе даже Соединенные Штаты. Я думаю, последними, кого начнут дробить, это в Соединенные Штаты. И это возможно. Я пока не знаю, я был на Юге, я знаю, Южане до сих пор много очень, особенно поколение там, которым за 50-х, так сказать, которые против северян. Есть те самые, испаноязычные, так сказать, и мексиканцы, и все, вот, и американцы, которые сейчас, что-нибудь руководят миром, их тоже, возможно, будет в последнюю очередь, говорить, раздробить, и все, и не будет кому противостоять, понимаете? То есть вы считаете, что в корне лежит какие-то, вот вы сказали за Европу, там лежит более, как бы, политическая проблема, в первую очередь? Ну, конечно, посмотрите, это же разрешение госсексуалистов, пропаганда, детей учат, что это нормально, все, ну, не отмысленно. Вот я скажу, хотя сейчас начнут там плеваться, знаете, насчет Украины, как ее тянут туда, зачем тянут? Ну, понятно, затянуть еще одну страну, понимаете? Какая бы, понимаете, вот, в чем смысл, в нашей сейчас, да? Вот вообще всем, подуматься на Украине всем. Если вас куда-то очень сильно тянут, или что-то навязывают, как противодействовать всем, да? Действовать наоборот. То есть вот как надо, эти роли за Обаму голосовать? Вот. И я всегда был против. Не потому что, потому что, нас слишком уж тянули, вы вспомните, но люди просто повернули с ума в Америке, как кричали за Обаму. Вот надо, когда вот этот крик общий язык, надо делать наоборот. Ну, это нужно быть психически стабильным человеком и независимым, понимаете? Нужно, чтобы мораль какая-то была. Ну, я понимаю, но если, я понимаю, если люди говорят, что не голосовать, я тоже, что там, ну, мы ничего не решаем, но если вы все-таки же голосуете, да, голосуйте наоборот того, чего к вам толкают. Наоборот. Вот я считаю, что правильно, тянули Украину в ЕС, не надо было туда вступать, потому что вас слышал, посмотришь, ну прям, ну, тянули ужасно туда. Ну, кому-то выгодно было. Естественно, вот этой вот будущей империи, которая, это же все за кулисы, это не одна страна. Это все, вот эти вот президенты, соединенные штаты, и европейские страны, это все за кулисы мировая, всеми руководителями, понимаете? Хорошо, хорошо, спасибо. Я хочу сказать, что единственная страна, которая могла бы противостоять, пусть там сейчас начнутся опять на Россию, Россия, которая поперек делает все, понимаете? Вот она делает поперек, могла бы и Украина стать, сделать поперек, ее тянуть, ее навязывают ценности, так сказать, не христианские, не поддаваться этому, понимаете? Спасибо, спасибо за ваше мнение, благодарим вас. Да, действительно, проблемы очень-таки серьезные, требуют серьезного подхода, но, как было уже сказано, как бы в корне или в основе лежат вот такие устои, нормальные, моральные устои, христианские, быть может, или антихристианские, но вот что-то вот стоит на такой религиозной почве, вот людей подталкивают, или увлекают, или завлекают, что-то предлагают, но вот именно, именно такая целеустремленность, вот именно повредить или извратить какие-то нормы, какие-то стандарты, да, действительно, сегодня развивается, это называется демократия, то есть, вот именно беспредел, пожалуйста, Просто занимайся, чем тебе в голову взбредет, и все принимается на ура, и все хорошо, и ты сегодня такой уникальный и просто молодец. Но как же нам сегодня двигаться? Как же нам определиться? С одной стороны, мы заметили, что Господь со своей стороны влияет на человека только любовью, только положительно. Значит, все вот эти негативные процессы, которые мы наблюдаем, они явно выходят не от Бога. То есть, Бог, да, ему жалко, Он смотрит, но Он не создает, Он не провоцирует ни войны, ни нападения, ни все из той области, которая вытекает. Давайте посмотрим еще в самом начале, вот откуда произошла эта идея восставать друг на друга и убивать. Мы читаем книгу Бытие, 4 глава. Господь обращается напрямую к Каину. «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вот смотрите, первое убийство дало повод, или люди уже начали учиться, как же все-таки изысканно, изощренно, коварно, не напрямую убивать, выходить, то ли обманным путем, то ли всевозможные подходы спрятанные и замаскированные. Потому что сегодня действительно война разгорается, но на очень демократических началах. Мы за свободу, мы за братство, мы за равенство. То есть, казалось бы, лозунги очень хорошие, но когда посмотреть вовнутрь поглубже, то мы видим, что за всем этим стоит просто кровавая смерть. Итак, грех. Смотрите, Господь говорит человеку, что у него лежит грех. Грех лежит. Не на выходе грех, который сделал Каин. Смотрите, грех уже лежал в сердце, но когда он вышел, этот грех, то он тоже грехом стал. Смотрите, убиение своего брата, это тоже был грех. Ну, получается так, что грех породил грех. Вот такая вот сложная духовная формулировка. У нас звонок, мы принимаем, пожалуйста. У нас звонок, мы принимаем, пожалуйста. Алло. Добрый день, мы вас слушаем. Я унимательно слушаю радио и хочу сказать, ну, так сказать, психоформе форме. Мир весь ужас и застыл. Для всех сенсация беда. Бандит в Бергут отжалил, в центре Киевы сейчас было дня. Людей мирных там стреляли. Кровь невинная лилась. Люди плакали, рыдали. На брань Украина поднялась. Жить так было невозможно. Преступная мафия вывзяла. Народописия ничтожна. Пришлось ли цены хоть куда. Народ из мучения до предела. Мирно вышел на Майдан. Так жить ему уже надоело. О том хотел сказать властям. Президент Янукович дал приказ. Стреляю Бергут отжалел. На золотой блестящий унитаз. За Кянукович себе сел. Меня до доллара он украл. Пенсионеру сделал Бедняков. Роскошных милых. Я извиняюсь. Безнаказанно жил он. Янукович такой был президент. В деньгах в золоте утопал. За криминальные элементы. Я извиняюсь. Спасибо. Если вы желаете написать там книгу стихотворений. Вы можете издать. Пожалуйста. Чтобы любители послушали. Почитали. Итак мы возвращаемся к нашей теме. Что действительно беспредел. Нестабильность. Откуда она вытекает. Она вытекает из-за того, что когда-то в Едемском саду грех вошел в человека. В сознание. Это духовный вирус. Это агент, который управляется духом смерти. Дух смерти. Вот это жало его. Мы читаем уже в Новом Завете. Те люди, которые знакомы с Писанием, знают о чем идет речь. Жало же смерти грех. Жало же смерти. То есть смерть как ангел. Ангел из вот этой орды сатанинской подошел к человеку и ужалил. Человек на самом деле получил жало. На самом деле получил духовный вирус. И с того момента, когда он получил, он сразу поднимает руку на брата и совершает уже всевозможные грехи. То ли это убийство, то ли это обман, воровск в кражи и так далее и тому подобное. То есть человек получил вакцину, получил вот эту заразу духовную, которая называется грех. Которая называется грех. Это как вирус работает внутри человека. И производит всевозможные пожелания, всевозможные желания. Вот всевозможные такие с греховной наклонностью. Человек говорит, а я сегодня отличаюсь. Я родился мужчиной, но мне кажется, что я женщина или наоборот. Откуда такие представления? Откуда такие фантазии? Ну, неужели непонятно? Нормальному человеку понятно, но когда человек не разобрался, что в нем живет грех, он действительно не может разобраться, что происходит в его собственной голове. Уже в Откровении мы читаем в 20 главе, там сказано так, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Смотрите, смерть — это не просто человек перестал дышать, как вот состояние. Человек дышит, это жизнь, двигается, это жизнь, перестал дышать и двигаться, наступила смерть. Это мы фиксируем как состояние смерти, то есть мы определяем вот это состояние смерти. Но Писание говорит, что смерть наряду с состоянием есть еще и как личность. Ад тоже является как личность. И вот смотрите, смерть и ад будут повержены, может быть, не совсем личность, но какая-то духовная субстанция, которая за что-то отвечает. Ад написано «отдаст», и смерть будет повержена в озеро огненное, и смерть имеет свое жало, которым она ужалила человека, и из этого человек страдает. Поэтому, когда мы сегодня смотрим на все эти происшествия, которые совершаются, да, действительно, в первую очередь, в основную, я согласен с первым слушателем, который позвонил, говорит, что лежит в основе вот какие-то библейские устои, религиозная основа. То есть, если посмотреть, то все волны, в принципе, завязаны где-то там рядом. Вот, не идет война против, хотя и поднимаются, конечно, войны, чтобы, вот, то ли там захватить какие-то природные ресурсы, захватить еще что-то. Вот, но в основном, очень, мы сейчас наблюдаем последнее время, последние, там, скажем, десятки лет война идет на почве религии. И вот сегодня люди делают всевозможные такие заключения или делают вот провокации как раз-таки на религиозной почве. Опять-таки, возвращаемся к тому, кто же все-таки виноват в этой обстановке. Христос говорит так в послании в Евангелии Иоанна, 10 глава, 10 стихом. Вот он разрезает как бы пополам мир и, такими словами, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Смотрите, вот проявление вора. Сначала он рует, потом он убивает, а потом пагуба. То есть, убить и погубить не одно и то же. Убить – это физически лишить жизни. А вот погубить человека – это уже касается вечности, когда у человека возникает такая бесповоротная, безвыходная ситуация. Так вот, вор или враг, или оппозиция Бога, вот она, внедряясь в человека, начинает действовать. Еще связано так, что он приравнивается к духу, который господствует в воздухе. Господствует каким образом? Он обольщает человека, обманывает человека через агента, который вживлен во ее внутренность. То есть, через грех, который живет в человеке. И вот через этот грех он сигналит – пойди, убей, руку подними, будь недоволен, нужно забирать, нужно обманывать, нужно воевать, нужно стрелять и так далее и тому подобное. То есть, человек практически становится неуправляем, на него мораль уже не действует, на него какие-то рамки законные не действуют, он переходит все. Аппетиты настолько возрастают, что нужно идти грабить человека. Если просто так не дает, нужно насильно забирать. Но конечное, или в итоге, или в корне этого всего лежит грех, который внедрился в человека. И теперь духи нечистые влияют на людей благодаря тому греху, который живет в человеке. Это в ветхой, старой природе, которая вживилась, которая приклеилась, как пиявка к человеку еще в Едемском саду. И вот Господь говорит, что вот приходит, вот его политика, украсть, убить, погубить. Я пришел с другой стороны, Христос говорит о себе, посмотрите его цель, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вначале я задал такой вопрос, какая же наша позиция? Что же мы сегодня должны делать? Да, действительно, сегодня что-то должны сказать. Сегодня сказать для себя, занять позицию для себя, вообще где я нахожусь. Я сегодня могу двигаться по течению или против течения политического, но мне никакой выгоды и другим выгоды от этого не будет. Я могу просто высказаться, я могу сегодня заявить о своем политическом кредо, ну и что? А вот Господь говорит, что есть враг, который манипулирует сознание и умы людей, но в конечном итоге это будет воровство, это будет уничтожение, это будет убийство, будет пагуба. В любом случае будет разрушение, в любом случае это будет печальный конец. Христос говорит, я пришел, чтобы дать жизнь. На честь сегодня мы территории? Речь уже идет о духовных сферах. Сегодня мы с вором этого мира или сегодня мы со Христом, который дает жизнь и дает с избытком? Конечно, Христос говорит, нужно молиться. Молиться о правителях, нужно молиться о простых людях, которые не понимают, что над ними сегодня издеваются. Сегодня такая идет сплошная, как бульдозером политики гонят этих людей, для того, чтобы выгонять их и стравливать друг на друга. Поэтому да поможет нам Господь сегодня разобраться, что в корне лежит грех, в корне лежит убийство, лежит ненависть. И никогда Господь не говорил, что зло будет решаться злом. Никогда не решаются такие вопросы, потому что всегда зло, но только когда мы в огонь подливаем масло, оно только хуже разгорается, больше разгорается. Так вот мы видим, что когда в определенный момент Господь придет и сатану свяжет на тысячу лет, конечно, это условно сказано, может быть и больше, но по крайней мере говорится так, что на тысячу лет. И там интересная фраза сказана, что когда сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. Вот смотрите, он специалист в обольщении. Это то, чем он занимается. Это то, что он сегодня человеку предлагает. Он навязывает человеку. Делает вещи настолько привлекательными, что человеку кажется, что за это стоит жизнь положить. Поэтому люди идут и умирают. Почему? Обольщение. Почему обольщение? Потому что сатана имеет доступ к человеку на основе духовного вируса, которым все заражены. Только Христос может освобождать от этого вируса. Только Он может привести сознание в порядок настолько, что человек будет отличать добро от зла. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы сегодня не ужасались тому, что происходит, а разбирались, во-первых, в своем сердце. Какая у меня мотивация? Куда меня сегодня тянет? На чьей я сегодня в стороне стою? Не важно, какого цвета флаг. Важно, на какой духовной позиции мы сегодня находимся. На стороне вора, который в конце концов ведет к поражению, к войне, который сегодня провоцирует человека настолько, чтобы они шли и поднимали руку брат на брата. Христос сказал, что это произойдет. Вообще-то ужасное положение, когда люди жили вместе, когда дома стояли вместе, жили на одной улице. Люди в один прекрасный момент им сказали, что вообще-то они враги, что вообще-то сосед – это враг номер один. Кто за всем этим стоит? Действительно, слушатель сказал, за кулисами. Кто стоит за кулисами по-настоящему? Вот где этот режиссер? Может быть, там с рогами или хвостом? Как мы его представляем? Кто сегодня развивает эти все события? Господь, да, Бог все видит. Он видит, и Он желает добра, Он желает мира, Он желает трезвости, Он желает жизни. Поэтому, да, поможет нам сегодня Господь занять правильную позицию в духовном мире. Поэтому молиться мы будем и за Россию, и за Украину, и за правителей, и за людей, чтобы Господь дал и мир, и правильное понимание обстановки, чтобы Господь дал правильный исход, решение проблемы, чтобы зло не развивалось. Вот именно зло, не политические взгляды, а чтобы зло тушить на корню, да, поможет всем нам в этом Господь. Наша передача подошла к концу, хочется оставить контактный телефон, и мы будем заканчивать. Можете звонить после эфира по телефону 601-1244. Приглашаем всех вас на наше служение, которое проходит в городе Вест-Сакраменто по адресу 1511 Delaware Avenue. Это Вест-Сакраменто по воскресеньям в час дня, понедельник в 7 и 8 вечера для детей и молодежи, и по вторникам у нас в 7 часов вечера изучение Писания, изучение Библии, для того, чтобы нам правильно понимать то, что говорит Господь, нам понимать и исполнять все его постановления в нашей жизни. Поэтому, да благословит вас Господь, да даст нам трезвости и ясного понимания в происходящем. Мы будем молиться, чтобы Господь дал мудрости и нам, и правителям нашим. С вами был Роман Пальников. До следующей встречи в эфире.